Документальное кино о Самаре Посмеяться над шутками вместе со всем залом Тут нужно рефлексировать, переживать А именно этому в свое время отлично учила Куйбышевская студия кинохроники Фильм Куйбышевской студии кинохроники из жизни 9-го А 1978 год, советская школа Одна из учениц класса, спортсменка-комсомолка, увлекается медициной, хочет стать врачом Своим одноклассникам она предлагает во время каникул поработать добровольцами в больнице, поухаживать за пациентами Вопреки всем канонам советской классики, здесь не наблюдается отроков с горящими глазами Готовых ради голодающих детей Африки пожертвовать последним бутербродом с плавленным сырком дружбы На экране мы видим обычных растерявшихся подростков Которые любят во время каникул ходить в кино, рыбачить и отплясывать на танцполах Школьники начинают придумывать оправдания Кино документально, зритель понимает, события на экране происходили на самом деле, хоть и много лет назад Казалось бы, пустяковая бытовая ситуация, но не сопереживать героям фильма невозможно Все заканчивается каноническим хэппи-эндом Взращенный на стройках БАМа родители школьников заставляет своих чад идти и дежурить в больнице Понятно, современные мамы и папы станут грудью на защиту отпрысков Какое добровольчество? Наши кровинушки достойны большего Но именно в возможности сравнить, что изменилось в обществе, кроме смешных причесок А что осталось таким же и есть прелесть документального кино Время меняет облик городов Но в каждом из них есть места, которые навсегда остаются живыми островками истории Фильмы Куйбышевской студии кинохроники дают нам отличную возможность вспомнить и ужаснуться Жуткие и уникальные кадры, голод 1927 года Тогда и начала работать студия И с тех пор ни одно значимое событие не ускользнуло от объективов и ее камер Строительство Куйбышевской ГЭС, затем ВАЗа, советские пятилетки Специалисты студии показывают жизнь страны через надежды, мечты и достижения простых тружеников Тогда слово «труженик» не вызывало ироничной улыбки Агроном отделения Борис Николаевич Трофимов болел за честь бригады и постоянно находился при ней в поле Бригадир Шура Жигулина на тракторе четвертый год Валентина Цибизова тоже опытная трактористка А вот Люда Воронько только что окончила совхозные курсы механизаторов И на посевную выходит впервые Когда смотришь документальное кино о жизни в СССР, начинаешь сравнивать, как было и как стало На этих кадрах сразу бросается в глаза, как мало автомобилей на улицах Куйбышева А подготовка будущих водителей была в разы жестче, чем сегодня Это видно из фильма «Учись управлять автомобилем» 1977 года Группа, встать! Смирно! Товарищ преподаватель, группа 1.43 к занятиям готова Сверхсовременные электронные пульты, установленные на каждой парте Это ли не достижение научно-технического прогресса? Гурсант Егоров, зажглась ли лампочка на вашем пульте? Нет Ошибка А вот что могло бы произойти, если бы вы приняли такое же неверное решение в конкретной ситуации Смотрите все Такая ошибка может оказаться для безграмотного водителя последней Эти кадры вызвали в нас жгучее желание съездить на автодром и узнать Насколько продвинулся прогресс с 1977 года Здесь правит балом система ГЛОНАСС О всех действиях водители и диспетчеры узнают через космос На мониторе компьютера с точностью до сантиметра отображаются все перемещения курсанта А здесь, на этом мониторе, можно видеть, какие ошибки он совершил Причем есть такая иконка специальная Нажав ее, можно отключить любой двигатель любой машины на автодроме Это изменилось, да Как тут не сказать, устарели вы, кинодокументалисты Ваша черно-белая картинка не вызывает у нас никаких ассоциаций с современностью Но вот Самарский драмтеатр Он все тот же, что и был несколько десятилетий назад Когда-то билет сюда считался роскошным подарком Говорят, им можно было дать взятку чиновнику И вполне хватало Толпы осаждали кассы театра О причинах такой популярности, которая до сих пор не иссякла Еще в 1988 году рассказал Петр Монастырский В фильме Куйбышевской студии кинохроники Всеми этими мерами, которые мы принимаем Мы могли бы обмануть, ну привлечь людей на день, на два, на пять, на месяц Но когда дело длится уже около двух десятилетий То это уже не обман Значит, люди хотят быть на спектакле Они, следовательно, от спектакля ждут какого-то с ними душевного диалога Театры и поля колхозов, заводские цеха и стройки Работники Куйбышевской студии кинохроники побывали везде Они вели кинолетопись Самарской, Нижегородской, Ульяновской, Пензенской и других областей Арт-кино, документалистика, научно-познавательные фильмы Специализация самая широкая Была и, как это сейчас называется, социальная реклама История рассеянного клоуна, во время выступления вспомнившего, что дома не выключен утюг Наверняка действовала на граждан в то время эффективней, чем современные шокирующие ролики Вы не забыли включенный электроприбор Никогда не забывайте включать электроприбор Слышишь? В этом году студии исполнилось 85 лет Режиссеры и редакторы, звукооператоры и драматурки продолжают свою работу Компьютерной графикой и спецэффектами здесь не возьмешь Зритель должен верить в то, что видит на экране И помнить, какие люди жили на нашей земле Поэтому Самарской студии кинохроники придется выкладываться на все сто Впрочем, по-другому они и не умеют Редактор субтитров А.Семкин